Приветствую, дамы и господа. Сегодня я хочу вам показать одну интересную штуковину. Это вот такая вот катушка. Старенькая, подбитая, пошарпанная. Тут даже с одной стороны леска торчит. Что это за катушка? Наткнулся я на эту катушку чисто случайно. Я просто колупался в горе хлама. Там что-то искал, что мне нужно. И, в общем, откопал вот эту вот ерунду. Я ее помню очень смутно. Еще мой папа когда-то ей работал. Это, в общем, родная катушка с Хамлайта. Как вы знаете, моей бензокосе Хамлайт порядка 8 лет. Я об этом рассказывал, когда я ее чинил. Видос вы можете об этом посмотреть вот здесь. Естественно, эта катушка меня заинтересовала. Я захотел посмотреть ее более подробнее, изучить. Узнать, почему ее выкинули. Потому что вроде как здесь пружинка работает, но ничего не высовывается. Ну, в общем, какие-то проблемы там внутри. Возможно, она просто заржавела. Возможно, еще какие-то проблемы. Но, в общем, нужно разбирать, смотреть. Заодно узнаем принцип работы вот таких вот катушек, которые раньше ложили в комплекте с импортными косами. Вот. Ну и как-то будем дальше двигаться по ходу. Погнали. В общем, я здесь немножечко подготовился. Я внешне так обсмотрел эту катушку и понял, что она работает, в принципе, таким образом. Вот этот вот гайка или болт. Это даже такой болт-гайка работает следующим образом. Кнопка ходит вне зависимости от нее. Снять вот эту вот кнопку нельзя никак, кроме как, если не открутить вот этот вот болт. Как его открутить, собственно говоря. Там есть внутри резьба. То есть, это непростой болт. Там получается резьба, которую нужно открутить. Сейчас я померяю штангелем, какая там резьба, и будем пытаться подбирать болты. По факту, получилось размер как бы М7. Но такого размера нет. Есть как бы либо болт М6, либо болт М8. Здесь болт М7. Не знаю, будем сейчас что-то придумывать. Короче, ребят, попробовал я вкрутить болт М8. Он туда не влазит, ну, естественно, потому что слишком маленький размер. М6, естественно, тоже нет смысла пробовать. Я выкрутил вот этот вот болт, который держит стандартную как бы аппаратуру на косе Хамлайт. Вот. И оказывается, он сюда как раз подходит. Я так чуть-чуть попробовал его закрутить. Во-первых, здесь стоит обратная резьба. То есть, вот этот вот болт, там обратная резьба. Здесь тоже обратная резьба. Поэтому мы будем сейчас вкручивать этот болт и пытаться каким-то образом тот болт излечь. Хотя вот, он докрутился до отсюда, давай, и все. Слишком там все заржавело и слишком там все покрылось коррозией. Ну, ничего, будем сейчас как-то пытаться это дело прокручивать дальше. Ну, и посмотрим, что будет. Такой метод особо не привел никакому успеху, потому что рано или поздно она мне все равно остановилась и больше закручиваться не захотела. Что делать дальше, я не знаю. Ну, давайте будем экспериментировать и попытаемся открутить ее силой, крутя вот эту ерунду. Сначала отрежем остаток лески. Сколько мог достал лески, отрезал, покрутил, повертел, подергался. Пока никаких успехов нет. Пытаемся делать что-то дальше. Давайте попрыскаем внутрь смазку для того, чтобы какие-либо ржавчина и все остальное, чтобы это все немножечко разъелось. Фух! Пытался, пытался, пытался что-то сделать с этой кнопкой, но ничего сделать я не смог. Открутить я ее не смог, к сожалению. Но я не останавливаюсь, буду продолжать, буду пытаться. Мне кажется, что проблема там еще и с тем, что леска осталась внутри, старая. Нужно будет от нее избавиться. И сделаем вот что. Во всех катушках, когда нажимаете вы ее и прокручиваете в левую сторону, высовывается леска. Она должна легко и свободно прокручиваться нажатием и влево. Должна свободно прокручиваться. Сейчас нужно хотя бы добиться этого результата, чтобы она спокойно у нас крутилась. Тогда будем смотреть, что делать дальше. Ну, уже кое-чего добиться мы смогли. Кнопка уже эта проворачивается. Конечно же, проворачивается она, потому что проскальзывает мимо того болта. Но, тем не менее, хотя бы как-нибудь она проворачивается. Уже хорошо. Я сейчас буду снимать с руки, поэтому прошу заранее прощения за трясущиеся руки. Но, надеюсь, вам это не сильно помешает. Так вот, сгонял я сейчас в дом, нашел эксплуатацию, точнее, руководство по эксплуатации этой бензокосы. И меня здесь вот заинтересовала в начале картинка. Как раз я смог найти картинки с этой самой катушкой стандартной. Вот она так выглядит, так далее и тому подобное. Кстати, мы можем здесь видеть, что заправляются два отдельных отрезка лески. Сначала на верхнюю часть, потом на нижнюю часть. Вот, наматывается сначала на верхнюю часть отдельный кусок лески и на нижнюю часть. Так вот, нам не сильно это интересно, как интересно 18-я картинка, где нам ясно дают понимать, что вот этот вот болт, он идет в корпусе. Это впаянный болт, может и не впаянный, может просто вставленный, но, скорее всего, впаянный болт, который идет в корпусе самой катушки. То есть, вот если мы так сейчас посмотрим на катушку, вот этот вот болт, он проходит полностью через всю катушку. Ну, и не через всю, в общем, от середины. И вот этот вот болт у нас, получается, доходит до верхней части и на него накручена гайка. И то, что я не могу ее открутить, связано лишь только с тем, что эта гайка, она заржавела вместе с тем болтом. И единственный способ ее открутить, сейчас уже это невозможно сделать по причине того, что, как вы видели уже, да, пластик здесь съелся и уже прокручивается. Единственный способ, который я нашел, чтобы открутить эту гайку, это немного высверлить болт, скажем так, из гайки. Ну, и непосредственно, таким образом, получается, у нас гайка чуть-чуть станет короче, но получится снять верхнюю часть. Ну, а потом мы аккуратненько ее зашлифуем и так далее и тому подобное. Поэтому будем высверливать вот этот вот болт. Высверливать я буду сверлом 6 миллиметров. Шестым сверлом не сильно у меня получилось все это дело открутить, но мне пришла в голову идея взять сверло побольше, восьмое. Это хоть, конечно же, и не по металлу, а по бетону. У меня, к сожалению, нету восьмого сверла по металлу. Но ничего страшного, мне кажется, получится им. Так вот, в чем идея? Если взять восьмое сверло и начать им сверлить, то оно как раз вживится в гайку. Вы понимаете, да, что я имею в виду? То есть она войдет в гайку. Котейка твою мать! Ты, конечно, мякушка, но мякушка, ты вредишь, когда я снимаю, вредишь. Так вот, наше сверло вживится в гайку и открутит ее. Сверление идет по часовой стрелке, а здесь, чтобы открутить гайку, нужно крутить по часовой стрелке, так как здесь обратная резьба. Поэтому таким образом я хочу это все дело осуществить. Давайте пробовать. Ну, в общем, друзья, что могу сказать вам? Вот такой сейчас у меня на такой стадии находится разбор этой катушки. В общем, попал я туда под этот пластик. И сейчас буду пытаться выдавить ее. Сколько я здесь не пытался сверлить? Там почти, короче, два сантиметра высверлил. И нифига, не может быть гайка вот такая, два сантиметра, что-то сильно она высокая. И я так вот посмотрел с этой стороны изнутри, вот там, где пространство видно. Такое ощущение, как будто это что-то литое. В книжечке одно нарисовано, по факту что-то другое. И вообще не могу разобраться, какой принцип у нее работы, каким образом она работает. Я не знаю, я в интернет не заглядывал, не смотрел. Может, там есть где-то такие катушки. Но я, честно говоря, никогда не встречал подобных катушек где-то в сети. Поэтому маловероятно, что там что-то будет и какой-то ответ я там получу. Поэтому вот сейчас буду пытаться просто выдавить этот пластик, эту верхушку. И потом уже, когда выдавлю его, посмотрю уже непосредственно, что там такое, как это. Главное, не сломать эту верхушку. Будет очень обидно, если это произойдет. Но нам все равно нужно как-то добраться до истины, до какой-то докопаться. Поэтому будем докапываться. Ну, в общем, ребят, смотрите, я, получается, одной стороной как бы держал, она не пошла. А вторая сторона пошла. И вот до такой степени я смог это все дело вывернуть. Сейчас поближе покажу. Ну, то есть вы понимаете, в чем дело. Осталось только чуть-чуть это дело доснимать. Теперь давайте мы посмотрим на непосредственно вот этот вот весь. Узел, если его так можно назвать. Гляньте, пружинка. Просто посмотрите на нее. Посмотрите на пружинку. Это ужас, просто она сгнила. Она просто сгнила. Нужно посмотреть, есть ли у меня что-то похожее, потому что эту даже... Ну, ее даже очистить нельзя, вы понимаете? Это просто вот. Ну, то есть... Это не пружинка, она уже все. Она просто сгнила. Ну, более-менее мы почистили. Теперь давайте, знаете, что попробуем? Попробуем его открутить. Получается, здесь я резьбы не вижу, поэтому это получается не гайка. Это все-таки гайка слэш-болт. Это какая-то ерунда, которая как бы выглядит как болт, но без внешней резьбы, а с внутренней резьбой. То есть, получается болт, у которого внутренняя резьба, нарезанная не плашкой, а метчиком. Короче, еще и левая резьба. Короче, какое-то издевательство. Но давайте попытаемся его все-таки открутить. Сзади у нас 17-й ключ, здесь у нас 13-й ключ. Вообще, простым ключом не получается открутить вообще никак. Придется сейчас нести головки. Головка тоже ничего не дала. Зажать корпус не получается, он очень мягкий, начинает гнуться. Нужно только зажимать в тиски вот эту часть, сюда головку, потому что здесь длиннее часть. Легче зажать в тисках, здесь короткая часть, плохо будет держаться. Зажать это в тиски, сюда головку, ну и откручивать, потому что по-другому никак ничего не выйдет у нас. Не зря я сходил к тискам, все у меня получилось открутить. Даже немного лишнее пришлось открутить. Это вот задняя вот эта часть, которая вкручивается непосредственно в сам триммер. Она двойная, вот, и имеет одинаковые входы. То есть можно накрутить как этой стороной, так и этой стороной. Вот. Что касается этого болта с внутренней резьбой. Смотрите, сколько там резьбы еще осталось. То есть я бы крутил бы, крутил бы, крутил бы еще, точнее, сверлил бы еще очень долго. Вот, поэтому хорошо, что я вовремя остановился, потому что бы я полностью уничтожил бы здесь резьбу. И, ну, как бы уже считать, что выкинуть вот этот болт, он уже как бы не пригодился бы. Вот, потому что, смотрите, видите, сколько резьбы осталось на самой катушке. Вот это вот болт, который впаянный. Практически резьбы здесь не осталось, я ее практически уничтожил. Но, несмотря на то, что я ее практически уничтожил, ее все-таки осталось достаточно для того, чтобы еще можно было вкрутить обратно этот болт. Это хорошо. То есть эта катушка у нас еще осталась в рабочем состоянии. Хоть она не в заводском состоянии, не в идеальном, но в рабочем. Это уже хорошо. Кнопка выглядит вот таким вот образом. Я ее немножечко зачистил. Хотя здесь она уже стала более раздолбанная. Да, и здесь вот, видите, вся царапина в колдобинах, но это не страшно. И вот так выглядит непосредственно сама катушка, либо шпуля, как хотите ее называйте. В общем, смотрите, как она выглядит. Вот такие вот там два зацепа. Леску держит вон один зацеп. И наверху второй зацеп. Мой папа, когда им пользовался, я так понял, что он вставлял одну леску в два зацепа. А в инструкции написано, что нужно вставлять две отдельных отрезка лески в каждой отдельной из зацепов. То есть сюда зацепил отдельный, и сюда зацепил отдельный. А он зацепил все, как бы один отрезок лески на шпулю. Возможно, он перестал ей пользоваться именно по причине того, что у него застряла леска. Или, возможно, по причине того, что как раз этот болт застрял и не хотел откручиваться, чтобы снять непосредственно эту катушку из корпуса. Не знаю, какова причина того, что он перестал ей пользоваться. Но я хочу это все дело восстановить. Мне интересно узнать, какой принцип у него работы. Как он наматывается, как он вообще ведет себя в работе. Потому что такая маленькая катушка. И вообще, я таких катушек раньше не встречал. Очень любопытно. Надеюсь, вам тоже интересно изучить эту катушку, как и мне. И вы посмотрите вторую часть, которая уже будет незабаром. Что из украинского переводится скоро. В следующей части мы будем разбираться, как намотать леску на шпулю. Как эту катушку непосредственно собрать. Накрутим ее на триммер. Посмотрим, ну, в общем, как она работает. Изучим ее принцип. Каким образом она высовывает леску. За счет каких-то манипуляций с кнопкой. Либо за счет вот этой центробежной силы. Ну, в общем, все будем смотреть. И это уже будет все во второй части. Поэтому не пропустите. А на сегодня у меня все. И так это видео получилось достаточно длинным. Буду с вами прощаться. Всем хорошего дня. Всем хорошее настроение. С вами был Шабанов Богдан. До встречи. Это такой небольшой постскриптум. Надеюсь, вы меня поймете и простите, что я тут вас долго мучил с этим видео. И столько манипуляций. Я, правда, сам устал, ковыряясь с этой катушкой. Поэтому извините меня, простите. Надеюсь, в следующем видео все будет гораздо быстрее и проще. Все, извиняйте. Всем пока. Продолжение следует.